И пока мы едем на эскалаторе, такая красота. А это что такое тут? Мамочки как-то. Ни черта не видно. И вообще я всё время пытаюсь понять, что же конкретно мне нравится в Европе. Смотрите, тут внутри лежит человек. Ё-моё! Крис, ты это видела? Идиотка, блин. Бельгийский вафли. Господи, какая красота! Я привидений не боюсь, я больше боюсь. Ой, там открыта дверь. Пойдёмте. Темно. Что там? Мне уже страшно, девочки. Я осталась совсем одна. И вот в таких улочках я иду по улице главной. И каждый раз улочки, улочки, улочки. Сейчас зайду вот ещё в магазин вот в этот. Я смотрю, много одежды там. Тот магазин, кстати, был second hand. Ну что-то я прошлась. Ничего мне не понравилось. Я уже думала сделать, по-моему, отдельное видео. Это бельгийский second hand или европейский second hand. Ну, там стоит 15 евро килограмм одежды. 15 евро — это у нас где-то чуть больше тысячи. Вот. Не знаю. Так это можно нормально на сумму набрать. А на самом деле ничего такого нету там интересного. Ну, чтобы мне прям понравилось. Своеобразные вещи такие. У нас поинтереснее. Нашла такое интересное атмосферное место. Здесь на первом этаже, смотрите, кафе с такими большими столами. Ну, я ещё покажу, мы спустимся. А здесь наверху одежду продают. Я, наконец-таки, нашла очки. Но мне ничего не подошло. Вот стоечка и вот стоечка. Мне не подходит. Не знаю. Что-то не сидит, всё не так. Я же и хочу такое, чтобы у меня такого не было. Я прям не хочу тратить деньги, хотя 30 евро всего стоит. Не хочу тратить деньги просто на то, что... Потом у меня это... Не буду носить. Мне нужно что-нибудь фирменное. Вот кафе. С такими большими столами. Надо найти туалет, девочки. Это важно. А, эти столы продаются. Это... Это вот это вот продаётся. Ну, я вообще... А вот кафе. Сейчас бы села за столик, который продаётся вообще. На меня бы так посмотрели. Странно бы, наверное. Смотрите, что я нашла. А это типа сад, наверное. Можно и тут кушать. Ну, когда тепло. Сейчас очень холодно. Я нашла туалет. После этого чайка мне хочется в туалет. Мэн. Вумэн. Вумэн. Чё, интересно? Ну вот. Да простой туалет. Представляете, тот ресторан, в который мы заглядывали с вами, и цены, я говорила, космические, это не бельгийский ресторан был. Это... Ну, не знаю, что это было. Вот сейчас я мимо проходила, там много людей сидит. И там было написано Belgium Fabric. Это про него, наверное, карты Google показали. А я сразу... Ну, это в этом же доме находится. Всё, я сразу раз... А, не, не в этом же. А, не, тот показал в этом. Вот и другой. В общем, вы поняли меня, да, тут? Рядом ещё есть бельгийский. Смотрите. Это я знаю такое слово. Я рисую картину, переводится на французском. Если я правильно сказала, конечно. Всё, я купила бельгийского пива, кстати. А какой-то из них я пробовала уже. Ну, надо здесь попробовать. Пять евро отдала за два вот таких пива маленьких. Пять евро. Это 350 рублей. Ну, 400 почти рублей, да? Больше там, 370. 400. Сейчас брошу в машину и поедем в мини- Европу. Красивый же вид. Шикарный вид. В общем, я припарковалась, там, где парковаться нельзя. Ну, прям конкретно знак стоит. Нельзя парковаться. Ну, там припаркованы все. И я подошла к паре одной, говорю, если я здесь припаркусь, это нормально? Он говорит, я не знаю. Я вот припарковался, они как раз только пришли. Типа, говорит, сегодня суббота. Ой, мамочки. Если вы, говорит, ну... То ли он сказал... Короче, я не поняла, что сказала. В общем-то, ничего страшного, я думаю. Смотрите, куда мы пришли. Атомиум называется. Атомиум. Такая большая молекула. Вот. Все возле нее фотографируются. Так. Вот если бы не эти парковки, все клево было бы. И еще, если бы не это солнце. У меня уже, честно говоря, болит рожа. Все обветрилось. И загорелось. В общем-то, друзья мои, я поняла, что я... От молекулы этой ухожу. В общем, я не стала туда идти. И, честно говоря, я дискомфортно чувствую то, что машина стоит там, где реально нельзя парковаться. И мини-европа, она как-то еще далековато, еще пять минут на машине. Просто он мне показал путь. Это я уже по гугл-картам еду. Я уже Яндексу вообще мне не нравится. Он не видит половины, куда-то завозит непонятно куда. Он показывал туда ехать, куда нельзя, на самом деле. Там тоже, в общем-то, не тупик, а запрещено. И я свернула в другое место. Сейчас поеду, может, чуть-чуть перестроятся мне. Покажут, как туда доехать. Смотрите, как люди, интересно, живут. Такой заборчик, заходишь за заборчик и идешь к себе домой. С одной, с другой стороны. Это вот сейчас мы проезжаем по какой-то улице. И здесь вот такие домики. И вот такие вот ходы в дом. То есть это не торговые площади, это вот дома. Так, в общем, я нашла тут кучу парковки. С другой стороны заехала, и все нормально. Шесть евро стоит парковка. Я взяла вот паталон, только я не пойму, где платить. О, мини-Европа. И эта наша молекула совсем рядом. А я думала, мини-Европа, это, знаете, там какое-нибудь гольф-поле такое будет. И там вот, знаете, а тут совсем мини. Вон домик. Мини-мини. Мини-мини-мини-мини. Пойдемте посмотрим, сколько стоит. Я надеюсь, там туалет есть. Я че, я набилась. Вот проблема, чтобы вы все знали. В туалет сходить, еще что-то. Так, здесь же платно все. Я так понимаю. Куда мы зашли? А, вот парковка. Мы ее тут оплатим потом. Так, мини-Европа наверх нам пишет указатель. Мини-Европа и стрелка. Вот. Идемте. Я где-то читала, что нужно обязательно бельгийские вафли попробовать. Где-то они продаются. Пока что я че-то не заметила. Где? Я обязательно попробую, хотя я объелась и места для вафель нету во мне. Блин, это солнце, девочки, реально нереально. У меня болят глаза. У меня прям глаза щипят. У меня загорело все лицо, как будто сгорело. Еще. Вот там наверх. Наверх этой молекулы можно забраться. И оттуда какой-то некрасивый, хотел сказать. И оттуда какой-то некрасивый вид. Нет, и оттуда открывается какой-то красивый вид. Интересно, как туда забраться, я не представляю. Честно говоря. Но они что-то придумали, наверное. Я спрошу, узнаю. Парковка, слава богу, есть. Все, я не волнуюсь. Мы пришли. Именно так я себе представляла. Да, это такой мини-горядок. То есть это не то, что мы там сверху смотрим с вами. Все, кстати, фоткаются с этой черепашкой. Я не буду. Меня, кстати, взяли 27 евро и дали мне вот такую книжечку и три билета. Это подняться на вот этот Атомиум, мини-Европа и какой-то музей, как я поняла. Я бы первым делом, честно говоря, поднялась бы на Атомиум. А потом гуляла по мини-Европе. Надо узнать, как это сделать. Он-то как-то сзади меня. Все это, конечно, очень великолепно выглядит. Тут еще написано. И еще возле каждого можно нажать кнопочку и послушать звуки. Сейчас. Короче, ну вот здесь как-то. И, в общем, звуки там древневековые. Я до этого слышала, тут стучат. Ух ты, что это такое красивое. Я не все знаю достопримечательности Европы, поэтому... Стокгольм. Вот необыкновенное место. Вот так все уютненько вообще. А вот Сталин. Вот такое в Сталине есть. Такие здания мне очень нравятся. Ой, красота. Тут да и только. Ходи просто и... Прям, знаете, как этот... Лего-город для взрослых. Вот еще что-то интересное из белого камня. Так, а вот наша Ихлевая башня. Красивая. Точная копия, говорят. Вот во Францию не удалось загонять. Зато мы на нее так посмотрим. Смотрите, какая красивая. Не пойму, что здесь происходит. Начинают люди прыгать. Что происходит? А-а-а, они бегают, и вот там двигаются. Там человечки двигаются. Видите, вон они. Они ими управляют. Честно говоря, я ожидала чего-то большее от Мини Европы. Еще и отзывы почитала, как-то все рекомендуют. Ну да, здесь прикольно, но вот так вот прям задерживаться на каждой, ну, как-то не особо. И у меня сразу возникает мысль, вот красиво. Вот я останавливаюсь, и ой, красиво. Ой, красиво. Но мне бы хотелось просто в реале везде побывать, ну, именно непосредственно в этих местах. А то, что я вижу это в миниатюре, ну, прикольно, что так сделали миниатюрно все. Не более того. То есть, меня не впечатлили. Этот момент меня сильно не впечатлил. Классный мини Европа. Вот от Atomium я хочу наверх. И не могу понять, как мне туда попасть. Сейчас буду искать. Как я прочитала где-то в отзыве, что нужно попробовать бельгийские вафли. Вот они продаются, стоят 1 евро. Так, и что-то попить еще 2 евро. Все, я взяла подмышку. И это, это убрала сюда лайфхак, говорю, смеется. Смотрите, какая она загоревшая, как я люблю прям. И в чем-то она. Нельзя вот так вот уйти и есть. Нужно сесть и насладиться. Так, на травке никто не сидит. Все сидят. Как бы вот стол. Присядем. Только вы меня не увидите. Ну, короче, это вкусно. Очень вкусно. Ну, очень вкусно. Сейчас покушаем и пойдем заберемся наверх с вами. Посмотрим, какой вид открывается нам. Знаете, вот не люблю я возле стола кушать. Я смотрю, ребята сидят. Вон, сидят. На асфальте. Я тоже так хочу. Я люблю сидеть на асфальте. Ммм, они хватаются. Ну что, я просто сяду. Я села, и вот эта вот бумажечка мини Европа. Мне в помощь. Я сижу на ней. Вроде тепло. Ммм, люди бегают. Машина ездит. Я сижу. Вот такой вид у меня открывается. Классно. Ммм, это стоит того, чтобы поехать сюда. Просто огромная молекула. Надо мной. Решила поехать на эскалаторе. А там, на самом деле, огромнейшая очередь, кто хочет ехать на лифте. Или, ну, я должна до верха до самого доехать. Тут ещё что-то есть, смотрите. Ещё что-то есть. А, музей. Такой мини. Ну и, по идее, мы должны, можем дальше ехать. Ой, смотрите. Мини-молекула. Вот, едем дальше. А уже страшно. Я одну только поднялась, уже страшно. Так. Едем дальше. Долго, интересно, так надо будет ехать. Мами, ты на акте. Пока мы едем на эскалаторе, такая красота. И музыка. На самом деле, вверх лучше не смотреть. Очень страшно. Вверх или вниз, когда по эскалатору идёшь. Сейчас идём дальше, пешком. Звуки такие. Эскалатор здесь очень крутой, я скажу вам так. А это что такое тут? Мамочки, ни черта не видно. Всё темно. Господи. Вау, можно танцевать. Хочется танцевать. Так, я пришла на... Тут ещё вверх можно, походу. Сейчас посмотрим. Сейчас я спрошу у женщин. Тут можно кино посмотреть какое-то. О, девочка сидит. Can I up? No, that's just for us, so it's not for the visitors. No, it's finish. I think that beautiful view. Ah, you have it on the top. If you go with the elevator, have you been to the top with the elevator? You can go here, you have a better view. Ah, on the top. Or here also. Я поняла. Короче, ну, девочке нужно на лифте подниматься. Понятно, почему там очередь. Thank you. Окей. Так, вот чуть-чуть нужно здесь спуститься, и вон он лифт внизу. Пойдём. Конечно, нам вид очень важный. А вот это тоже была крутая штучка. Вот опять. Это мы уже спускаемся. Смотрите, как красиво. Класс же. Вообще, великолепная темка. Короче, тут офигеть какая очередь. Я не знаю, сколько мы будем здесь стоять. Она зигзагом ещё идёт. Так что я засекаю время. Мне кажется, мне нужно брать вас прям с собой сразу. Посмотрите, как я. Всё, руки свободны. Сейчас будет камера. Посмотрим, если я сейчас только влезу. Я, наверное, в следующую заходу. Видите, заходят все. С ними ещё женщина заходит. Она совсем заходит. Что ты им, видимо, объясняешь? Нет? Меня позвали. Пшум! Он был крошей, да? Душу. Француз. Француз. Вы можете посмотреть на высоту, если вы хотите. Вы можете посмотреть на высоту. О! В 58-м. Это был самолет на высоту. 5-м. См. 2-м. В 20-м. В 58-м. Это был самолет быстрый рост. 5 метров в секунду, 92 метров в 22 секунды Красота! Смотрите В общем, гольф поле, по-моему, там какой-то Вид на самом деле потрясающий Если б я жила, и был бы такой вид, было бы круто очень Там наверху еще, оказывается, есть ресторан Но написано ресторан only Я думаю, что там нельзя просто так зайти, знаете, и посмотреть Ресторан есть ресторан, понимаете? Так Вот, и да, это не так, что мы переехали и уехали Здесь тоже очередь теперь на выход Так что стоим теперь в очереди А, сколько времени прошло? Сейчас я вам скажу Сорок минут я простояла в очередь Сорок Тридцать Тридцать минут я простояла в очередь Если бы мы были здесь с Кристинкой, мы бы обязательно посидели в ресторане А так как я здесь одна, я не хочу сидеть там Вот А Кристинки со мной нет, потому что она себя плохо чувствует В общем, побыли мы на двух этих достопримечательностях Может быть я, конечно, какая-то зажратая Или еще что-то Не, свои впечатления я, конечно, получила, но Как-то ожидалось большего Я думала, может какая-нибудь вообще там панорама Ну, мало, мало окон для меня Все как-то вот этими железками закрыто Вот, на мой взгляд Ну, что посмотрела там с одной стороны, с другой, да и все Вот, мини-Европа тоже как-то Лишний раз смотрю даже на это и думаю такая Не, ну, сходить туда один раз стоит, да? Смотрю и думаю, блин, хочу туда Хочу вот там погулять, туда съездить А не так, что я увидела все Ну, короче, и вот то, что у меня какие мысли происходят во время этого Тем с вами и делюсь Так, теперь нам надо найти нашу парковку отсюда Сверху-то ее видно А отсюда надо, в общем-то, ее поискать И я уже очень устала У меня должны начаться женские дни У меня болит поясница И болит живот И это, короче, меня не радует Еще у меня болят глаза И обветрилось Все лицо Это солнце мне уже надоело Очков все нет Кстати, девочки И даже если вы собираетесь ехать на шопинг Покупать очки Не повторяйте моих ошибок Берите свои какие-нибудь очки Обязательно И вообще я все время пытаюсь понять Что же конкретно мне нравится в Европе Вот я говорю, люблю Европу, люблю Европу Мне кажется, что мне не сама Европа настолько нравится Сколько атмосфера того, что это чужая страна Что это другой язык Что это другой менталитет И тебе нужно немножечко, знаете, как Ты впадаешь как будто в кое-какие трудности, да С которыми тебе нужно как бы справляться И ты выходишь из зоны комфорта какой-то, да Что-то делаешь Мне кажется, что это именно нравится Если бы я прямо себя супер-пупер тут чувствовала Может быть, это было бы и не то Мне бы уже захотелось куда-нибудь в другое место Потому что, ну, по факту Как бы, если тут русская бы речь везде была Прям договариваешься со всеми как можешь, да Ну, это было бы уже не то, мне кажется Поэтому именно вот это все составляющие И делают эту атмосферу Язык, другие деньги Вечно ты что-то переводишь Как что Ну, естественно, места, улочки Вот По-другому себя ведешь С народом Ладно, все, поедем домой Я устала Девочки, это какой-то трэш Мне вот хочется сказать так Это злое Солнце Меня уже за... Реально, у меня так болят глаза Просто трындец Все, я думала Сейчас приду, скажу Представляете, не пропустила ни одного поворота Один только момент был Там, что я думала, что я не туда адрес набрала Потому что он мне показывает объездную дорогу Ехать там 30 километров Думаю, блин, я вроде ехала не так много И не по трассе А он мне в объезд, короче, повез И я вот до последнего, пока не узнала знакомые места Переживала Ну и вот сейчас первый поворот пропустила Он маленький такой был Я не могу, у меня болят глаза В Бельгии невозможно найти очков Мне кажется, это первое, что у них должно быть вообще Это очки Постоянно, везде, на каждом шагу Фирмы нефирменные Любые Кошмар Как они сами здесь живут без очков Сегодня у меня новый лук Доброе утро всем Сегодня мы с Кристиной Сегодня я решила так разнообразить немного свой внешний вид И так как у меня нет очков Я решила одеть кепочку Она будет немножко скрываться На самом деле мы поехали с Кристиной Сделали вчера маршрут Сегодня уже последний день Мы в Брюсселе Решили по достопримечательностям еще походить Королевский Ой, парк Брюссель выбрали Потом Королевская Что-то там, не помню И, короче, мы сейчас просто едем И вдруг увидели офигенную смотровую Мы сейчас туда идем Такой вид открывается шикарный Да, поздоровался, как ты себя чувствуешь? Я сказала, что ты плохо себя чувствуешь вчера У меня вон язык красный-коричневый А чего это у тебя такое? У тебя какие-то с желудка пошли эти И вот пришлось все представлять Блин, здесь очень много красивых зданий Таких исторических построек Прям хочется снимать все А потом, когда ездишь, смотришь, что, блин, на каждом углу они Уже как-то думаешь, да ничего особенного Это нормально тут Ну, короче, смотровая шикарная Сейчас покажем А, мы поехали А все открывается Все какие-то музеи, там, смотровые, где можно ходить Открывается все в 10-10.30, а сейчас 9 утра Мы такие ранние пташки Так, вот такая площадь открывается нам тут Решайте с перекрестка с круговыми движениями Вот такой красивый вид открывается Мне очень нравится И вот здесь вот тоже памятник какой-то, корона Корона Здесь вот такие штуки, в которые можно смотреть Сейчас попробую я что-нибудь разглядеть Можно смотреть бесплатно Сейчас Что тут показывает? Тут темно Нет, земля, так не бесплатно А, тут надо платить Нужно платить? Нужно платить А сколько платить? 50 Евро 50 центов То есть непонятно Да, ну тебе нужно, пошли Да не, мне не нужно Не, просто мало ли что там увижу Я не уверена, что все Мне кажется, мы могли бы, если бы заплатили крышу того собора Крышу поближе вот этого здания Я думаю, мы могли бы просмотреть крышу всех этих зданий поближе Красота Давай фоткаться лучше тут Смотрите, какая идеальная площадка для разгона Тут об залезть И я такая раз Ё-моё Крис, ты это видела? Крис, ты вот это видела? Крис, ты вот это видела? Вот приходит, понимаешь Если я уроню сюда свой фотоаппарат, будет печально Я полезу вниз тогда Блин, как там клево, я бы туда залезла А что, вот здесь вот раз спустился вот тут Тут вообще не сложно И туда перешел И фоткайся там Смотрите, тут внутри лежит человек, но он тоже железный Внутри вот этой штуки Уборочка, наконец-таки Вот Красиво Так, я переживаю на самом деле за машину Я не пойму до конца Там вроде выемка для парковки Да? Парковка Но я не уверена до конца прям, можно там стоять или нет А вдруг сейчас раз и всё И нет машины Страшно Блин, когда такое яркое солнце, мне кажется не очень Всё засвечено, фотки какие-то получаются не очень Короче, тут красивое здание, вот там вот справа Опять же, я не знаю, что это за здание, мы не к нему ехали Мы вообще ехали вот Я не знаю, что это администрация Администрация, Кристина говорит Не видно мой язык, короче? Нет, здесь слишком много солнца, он высадит Фонтанчик я уже вижу Мы заходим в парк Брюссель Видишь, что я нашла? Я побежала вот туда на площадку, такая возвращаюсь и иду, смотрю телефон Вот если бы я его сейчас не увидела, ты понимаешь? Охренеть, если бы ты не вернулась, ты понимаешь? У меня есть один карман, в который нельзя вообще класть Вот это вот этот, он маленький Я побежала Идиотка, блин Ага Каштаны, смотрите Вы играли в детстве в каштаны? Крис, ты помнишь? Да, я помню, что мы кидались, когда мы жили в Александровке Кидались каштанчиками У нас воины были каштановые Это мы так играли С синяками брат потом возвращался Шикарный фонтанчик Такой прям вот Какой-то открытый весь Красивый Простой и классный По кругу лавочки Статуэточки такие стоят Кристина По периметру статуэточки Все же чувствуется осень И все желтые Вода чистая, смотрите, прозрачная прям Я сегодня, кстати, в новых кроссах Удобненько Человек спит Обычный воскресный Брюссель Сладенько спит на солнышке Грязненько здесь Грязненько здесь тоже в парке Съели, выпили, бросили Да? А вон скверик еще какой-то Не скверик, а вот беседка вот какая-то А вот и местная Кафенька Грязненькая такая Бонжур Представляете, садимся в машину Я набираю следующее Королевский дворец И он мне показывает Одна минута Я говорю, Крис, мы походу здесь рядом И оказывается, мы только пришли, начали фоткаться Вот он, Королевский дворец Это он и есть Он прямо находится напротив парка Брюссель И написано, что он уже открыт Значит, нам нужно как-то выездить Нам надо выяснить, где вход И посмотреть, что там внутри А, вот он, сад красивый же Все фоткаются Вот такие ворота красивые Наверное, солнце опять не передает все Это оно такое золотое, красивое Сейчас поближе пройду Да, вот такие вот Врата Зашли тут внутрь, вижу какое-то кафе уличное Кристина пошла уже искать Чего-то там где-то спрашивать Мне кажется, вот должно быть Тут уже Сейчас мы зайдем в магазин, в музей Мы спросим Вот открыто уже Пока мы идем к писающему мальчику Вот, вот Мы увидели Поющего Мужчину Это Том Франдзен 2017 год С ним надо сфоткаться, думаешь? Что-то там происходит А, это экскурсия, наверное Это какой-то другой писающий мальчик, Крис Ептель-мофтель Надо сфоткаться На асфальте тут даже есть указатель Вот, писающий мальчик Вот, как бы, и ноги И ноги ведут И, кстати, на многих домах я видела, что есть вот такие картины Вот, возле которых мы фотографировались, писающий мальчик И вот еще А сейчас слышите музыка Это, скорее всего, возле этого писающего мальчика что-то устраивает Его же одевают в разные наряды, одежды То есть, там целая, короче, эпопея Это не просто, знаете, монумент Стоит и все Там лучшие дизайнеры бельгийские Они в очереди, чтобы его нарядить в свои наряды Лучше место назначить Так, шоколадные мальчики везде просто, просто везде Держатся за писюн И вот и все Нет, наш должен быть другой Это не тот Бельгийские вафли, господи, какая красота Мэй гад был, так вкусно это все вообще И в итоге я спрашиваю, где этот мальчик-то реальный А он, оказывается, за спиной у нас Смотри Теперь я потеряла Кристину А, на что? Решила заказать Hello I like this This Вафельку хочу кусочками И бельгийский шоколад Бельгийские вафли с шоколадом бельгийским Это стоит 3 евро И еще 3 евро сверху клубничка 6 евро Писающий мальчик во всех цветах, конечно, здесь мы можем встретить В основном на этой улице Это вафли и бельгийский шоколад и куча всяких сувенирчиков Но они очень дорогие И я уже это успела сравнить Так как я гуляла в центре даже просто Вот именно на этом пятачке все намного дороже Ну в 2 раза где-то Ну или там на 30% повышают Сейчас мы идем к писающей девочке Здесь так легко расхаживают и разъезжают Кареты по дороге Какую-то площадь вижу впереди Пойдем туда Мимо шоколада и пива Бельгия славится кружевами Смотрите, какие маленькие стоят 5,5 евро Один платочек Кукла вся в кружеве Всякие салфеточки Целый магазин вон кружевной Да Кружевух О боже мой, куда мы выходим? Какая красота О май гад был Блин, я видела это где-то площадь Блин Да, это прям целая площадь Огромная И прям по периметру здания Шикарнейшее Сейчас сообразим где мы О да Очень красиво Ну насколько я понимаю Это Grand Place По-моему называется правильно Я уже называю его много раз И все еще это Не пойму правильно или нет Мы просто до него не дошли в прошлый раз Да, я указывала Grand Place А это на самом деле Такая шикарная площадь И здесь с четырех сторон Раз, два, три, четыре, пять, шесть Шесть шикарнейших зданий С невероятной архитектурой Просто Я не могу налюбоваться Мне хочется все это честно говоря снять После каждого столба сфоткаться Но я просто не могу Мне кажется в мою камеру не помещается все это Очень красиво Сейчас будем пытаться сделать фото Очень красивая площадь Очень красивая площадь Сейчас мы идем и ищем девочку Ну не просто девочку, а которая писана Это же так естественно Когда люди писают Или Или едят Или пьют Мы хотим найти и посмотреть на нее Так, но следы уже Где-то уже рядом Следы уже приближают нас Здесь уже влага начинается Все больше и больше А, они только в России такие книжки, да? Вот она Что-то поменьше уже тут людей После девчонки После девчонки Вот так вот ее Вот так вот Сейчас и ты ее снимешь Кстати, девочка тоже писает И то есть это как фонтанчик У нее тоже вот писает Да, справа тут черты что творится Да, справа тут черты что творится Ты девочку снимаешь? Снимай Да Ну что, пошли? Пошли Ой Господи Смотри Вообще больной Короче, находится девочка вот в таком вот Маленьком скверике Так и не найдешь сразу В угол куда-то ее запихали Еще и под замок посадили Вот В общем все, идем обратно Все посмотрели Еще рассказываю лайфхак Я всегда, когда оставляю где-то машину А потом иду путешествовать пешком Вот, кстати, в Брюсселе все находится рядом И реально все пройти пешком Особенно если вы не одна, а с компанией Все, вы оставили машину Можно даже на бесплатной парковке Я уже знаю где здесь место Вот, но воскресенье нереально Там вообще два ряда стоят, очень много Вот, оставили машину И идете Очень легко запутаться Но если у вас как бы, ну, компас так нет-нет работает Ну, короче, у меня компас нет-нет бывает и не работает Но я запоминаю все по магазинам То есть кружева, шоколад То есть я люблю магазины, поэтому я по магазинам все очень быстро запоминаю и возвращаюсь Точно знаю, что здесь мы были, здесь мы были Кто-то может быть что-то другое запоминает Может кто-то улицы запоминает В машине Может быть кто-то улицы запоминает И тогда выйдите по улицам Вот, я запоминаю магазины, поэтому я ориентируюсь по магазинам Смотрите, 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 гардероб для писающего мальчика. Вот, говорили, что где-то недалеко выставлено здесь. И всякие эти дизайнеры, вот, которые делают. Где-то находится список. Вот, может быть, это он и есть. Или нет. Короче, где-то я видела список, во что одевают этого мальчика. Он расписан на месяц вперёд или на год. Вот, какой дизайнер. Это вообще привилегией считается, одеть мальчика. Перья. Короче, все дизайнеры хотят, чтобы одели именно в их одежду. И, в общем, там очередь, списки, все дела. Ну вот, гардероб, манекен пис. Это музей. А, музей, во что был, он одет. Вот, знаете, вот всё время так. Кристина часто бывает не снимает. Я сейчас знаю. Сейчас скажут, что я виновата, это она немножко. Кристина часто бывает не снимает. Не снимает, короче, потом такая, блин, я, оказывается, не нажала кнопку. Я ей говорю. Один раз сказала, два раза. Я говорю, Кристина, следи за кнопочками, за этим. Ну, у меня такого, блин, не бывает. У меня такого не бывает. Да лучше с ними куда-то идёшь. И тут, представляете, вот мы куда едем. И вот, короче, и как только она говорит, что это нормально, у всех так бывает, начинает... У меня начинает всё то же самое случаться. И в первый раз я снимала, и не снимала. Да ладно, тебе лгунишка такая. Через 100 метров поверните налево. Ты представляешь, он до сих пор ведёт. Он... Гугл, он не оставит вас без маршрута. Здесь, кстати, бесплатная парковка. А, подожди, я не говорила. Мы пришли в замок. Газбес или Газбус или Газбас. Не помню, как точно называется. И лень мне заглянуть. Ну, что, блин, тратить время на то, чтобы, блин, взбирать этот телефон, набирать там. В общем, как-то так. Газбас, по-моему. Газ. Газ, что там. В общем, мы идём к там замку. Слушай, да походу, вот тот маленький замок, который мы проезжали, я тебе говорю. Это не огромный замок. Вот мы идём к замку. Вот через такой путь. Вообще, если бы не было людей, а их очень мало. Вот тут два человека. Впереди никого, видите? И сзади вроде несколько идут. И вот мы идём. Здесь как-то холоднее, чем там, да, Крис? Да, я, кстати, выяснила, как правильно называется. Га-Азбек. Может быть, Газгордер? Замок Га-Азбек. Или Казбек. Оно одну букву перепутало, не ту. Конечную букву перепутало. Ты понимаешь, перепутав одну букву, можно много чего. Дров наломать. Знаю, знаю. Ну, слава богу, я нормально букву там поменяла. Местами как бы не сильно дрова наломала. Шишки только наломала. И, Крис, тут лестница. А там озеро. Короче, чувствую, мы долго здесь. Глянь, там тоже гуляют. Мы пойдём туда. Чувствую, много мы здесь времени проведём. Смотрите. Смотрите, какая площадка огромная. Тут какое-то построение. И просто открывается вид на замок. Реально он как замок выглядит. Очень красиво. Как замок выглядит. Но я имею в виду, что реально замок. Йоперный театр. Класс. Класс. И так небо к нему, смотрите, всё. К нему, к нему так загущается. Я вообще не представляю, как можно жить в замке. Он такой большой. Там так страшно. Мы с Кристиной пожили в одном замке. Сбежали оттуда в первый же день. Просто нам не понравилось, где находится туалет. Далековато, да? Там и стены какие-то не очень. Три этажа. Малюсенький замок. А тут огромный. Это ж кто угодно, в принципе, может к тебе пролезть в дом. Не, ну в принципе, тут же стража у них у всех всегда в замке была. Они же не жили вот так. Один человек живёт и всё. Для привидений стражей не бывает. А, ну кто боится привидений? Не, я привидений не боюсь. Они существуют. Я привидений не боюсь. Я больше боюсь недоброжелателей, которые могут, ну, наживиться захотят там, да, и пробраться в твой замок красивый. Вот, подошли мы поближе к нему. Настоящий замок. Сейчас пойдём внутрь. Смотреть, что там. Блин, а чё? Тут овраг, чтобы не подкопались. А там озеро. Красивое. Вот, как строили замки раньше. Какие ворота. Вот, если нападали, сразу защёлкивали железные ворота. Тут куча туристов. Всё, внутри красота пошла. Так, походу, здесь надо платить. Сейчас пойдём платить. Крис, походу, тут туалет есть. Отлично вообще. Так, цены. Стандарт. Мы зашли внутрь. Смотрите, нас птичка встречает. Привет, птичка. Ты такая красивая. Ай, давай поснимаю тебя. Ты такая красивая. Девочкам покажу тебя. Ай, красивая, сила. Ну вот, мы то, что в фильмах видим. Вот оно так, видимо, и вот есть. Ой, там открыта дверь. Пойдёмте. Вид изнутри. Из гарден. Блин, ну круто они жили раньше. Фонтанчик тут. Самое интересненькое и закрыто. Так всё коричнево внутри. Какой-то мешок все там пытаются поднять. Какая-то история с этим связана, блин. Вот видите, девочки, вам и приезжать не надо. Я вам всё покажу сейчас. Здесь можно снимать видео и фото, но без вспышки. Хотя они что-то за видео ничего не говорили. Сказали фото без вспышки. У меня, в принципе, фото парад. Сюда, наверное, нельзя с видеокамерой большой, знаете, приходить. Профессиональный. Верх открыт. Сейчас наверх. Низ открыт. Господи. Хочу туда. Там что-то внутри. Темно. Что там? О, боже мой, что это такое? Здесь темно, девочки. Зайчик. Нелёгкая музычка. Страшно. Пойдёмте. Пойди посмотри. Ну там страшно, иди с девушкой. О, кровать. Вот на этой кровати спал кто-то исторический. Невероятный вообще. Камин. Здесь, видимо, это украшения какие-то. Блин, надо узнать. Теперь я хочу узнать про вот этот замок побольше. Я сначала вижу, а потом узнаю. Да, я такая. Я делаю всё наоборот. Крис, я наверху, если что. Ты идёшь? Гоу. Иди вон на второй этаж, там опочивальня. Бабочки. Господи, какие-то здесь картины страшные. Ещё одна спальня. Как здесь мрачно, блин. Я не представляю, что внутри у людей было, когда они жили в таких местах мрачных. Мне, честно говоря, не хотелось бы тут жить. Даже несмотря на то, что это замок считается крутой. Типа, круто жить в замке, да? Это ванна. Охренеть. Что это за картины? Я должна всё узнать о человеке, который здесь жил. Чья-то рука. Ты сидел? Леской сделали, нельзя садиться. Леской в перекрёст. Круто. Красиво как. Рыцарь. Тут мрачный человек жил, мне кажется. Так, туда тоже закрыто? Или нет? Не пойму. Как-то вроде открыто. Стрелка вроде открыта. Мне уже страшно, девочки. Я осталась совсем одна. Надо было Кристину брать с собой. Что я поднимаюсь всё выше и выше? Блин, реально мне страшно. Что там? Блин, надо Кристину с собой брать. Не хочу я тут ходить одна. Кристину возьму и пойдём. Я сходила за Кристиной, мы поднялись наверх сюда. Здесь не так страшно, как мне казалось. Но одной не кафе сюда подниматься. Здесь такой череп огромный. Вообще, нормально это? Здесь, наверное, дети спали. Это для детей. Для детей. И картина вот такая вот. Детская. И вид такой. И вот так вот они смотрели. Сквозь окошки свои. Почему везде закрыли? Почему закрыли занавески? А, наверное, потому что картина не подсвечила. И на кухню. Здесь такая жуткая картина опять. Поварёшки. Здесь что-то готовится, наверное. Ну и стол. Видимо, здесь кушают. Смотрите, мы зашли совершенно в другую комнату. Здесь уже мягкие полы. Более яркие картинки красочные. Как красиво. Спальня. Вот в этой спальне я спала бы. Смотрите, какая красивая. Совсем другая ванна. И рыба. Уже более современная, да? О, раковина. Просто, я думаю, в тех апартаментах предпочитали деревянные ванны, а вот эти... Тут можно было бы жить уже, да? Вот именно в этом краю. Озеркало. Господи, боже мой. Все, крошки мои. У меня на телефоне закончилось время. Сейчас мы встали утром. Едем в аэропорт. Надо сдать машину. В общем, мы заложили много времени, но мы думали, что дорога будет 20 минут, а она целый час. Мы стоим в пробках. В общем, едем в аэропорт. Скорее. И памяти у меня здесь закончилось. Это кошмар вообще. Ну что, крошки, я надеюсь, сдача нашего автомобиля, это была, на самом деле, последняя нервотрепка, потому что я не понимала, куда заворачивать. Завернула снова не туда. Поехали мы впритык. Потом я не могла понять вообще, куда мне... Доброе утро, мои девочки. Да, простуда. Все никак не заживает. Приехала я домой, и я не снимала всю дорогу, хотя было что интересненького поснимать. Но у меня закончилась память именно в том замке Газбек. Очень мне он понравился, и прям он впечатлил меня. И все, память закончилась. Как я вечером пришла, чистила, чистила. И вот, короче, что успела вам, то не снять. Сейчас я уже прилетели мы домой, все нормально. Я поняла, что покупок уже... Мы остановились, въехали через Москву, остановились в Европейском, зашли туда, чуть-чуть прошли. И я поняла, что, знаете, как вот человек, который голодный, он хочет-хочет того-того-того-того, вот так и я, да, голодная, да, одежда, да, покупок. И столько всего, ну, как бы набрала, хотя я сейчас смотрю, вроде немного набрала, но, видимо, вот это вот впечатление, куча всего я смотрела. И вот я уже просто наелась. Мне уже ничего не хочется покупать. Единственное, что мне не удалось купить обувь малышу. И я сейчас пришла, и мама говорит, вот это маленькое, вот это маленькое, то есть то, что я еще не углядела. И сейчас мы поедем по делам, я только приехала, да, мне нужно забрать там посылки. И что, зайки? Все, мои зайки, так соскучилась за малышом, вообще невозможно. А мокрая она. Мокрая, где ты взяла мокру дыр? А, так это тебе там вытирать надо. В общем, я так за ним соскучилась, так, что я перепрыгиваю с места на место. Вот так вытирать. Да, и рисуй потом. В общем, сейчас поедем, там обувь ему хочу взять, посмотреть. Вот. Все доехали, все хорошо, все замечательно. Покупки буду показывать, все, в общем, буду показывать. Надо прийти немножко в себя. После поездки я еще такая в себя не пришла. Что, зачем делать? В полной фрустрации. Еще надо снимать видео, монтировать видео. Пришла, легла к сыну уличке. Он вообще, он сегодня утром так прям и маму обнимет, и меня обнимет, и Кристину обнимет. Всех нас целует. Радуется прям счастливый такой. Ну, в общем, класс. Вот. На улице, не пойму, жарко, не жарко, как-то холодно прям было. Короче, все, еду делать дела. Готовю для вас новые интересные видео. Если что, спрашивайте, может быть, какое-то отдельное видео, именно конкретно что-то хотите спросить. Я постараюсь все, конечно, там еще в покупках тоже буду какие-то нюансы говорить. Ну, в общем, если конкретно что-то вас заинтересует, какие-то конкретные вещи, чтобы я прям обсудила, может, в отдельном видео, что касается Европы, поездки и вообще какие-то моменты, то пишите мне в Инстаграм, в Директ, и я посмотрю, что можно будет придумать. Все, я вас люблю и целую. Прощаюсь до следующего видео. Голова вообще не варит.